Овен. Наилучшим образом на столе сегодняшнего дня будет смотреться седло барашка. На гарнир, картофель и зеленый горошек, запивать красным вином и кушать не спеша и с удовольствием. Только не спутайте, любое другое седло не столь питательно, очень долго варится и совершенно невозможно проживать. Телец. При желании нынче вы сможете наверстать некогда упущенные возможности. Было в вашей жизни такое, чтобы вам хотелось съесть нечто весьма аппетитное, а не получилось по тем или иным причинам. Наверняка было. Ну вот и вспоминайте, чего вы в свое время не наелись, и приступайте к трапезе. Только не надо пытаться отыграться за все упущения сразу, будьте последовательны. Близнецы. Нынешний день следует посвятить какой-нибудь вкусной рыбе. Форели, например. Только постарайтесь найти заведение, где порция сей рыбки достойно сможет носить звание порции с большой буквы, причем, разумеется, без учета гарнира. Возможно, процесс поиска дастся вам нелегко и заведений придется обойти вы как немало, но результат того стоит, честное астрологическое слово. Рак. Нынче за свою пищу вы должны заплатить сами. Не принимайте ничего из чужих рук, скушенное на халяву не будет воспринято вашим организмом, как должно, даже если вас угостили из самых лучших побуждений. Соответственно, на званые мероприятия с застольями лучше бы не ходить, зачем зря обижать хозяев невнимания к их угощению. Лев. Если у вас и есть недоброжелатели среди тех, кто сплетает нити судьбы, сегодня они будут отдыхать от трудов праведных. Возможно, особо выдающихся успехов вы сегодня и не достигнете, но помех вам тоже ни в чем не будет. Это надо отметить, желательно, хорошим красным вином. Ну а поскольку пить без закуски, не наш метод, сопровождать отмечание следует хорошим куском свежезажаренного мяса. Предпочтительно говядины. Дева. Давным-давно, а может, и еще раньше. Один умный человек сделал великое открытие, он посыпал макароны тертым сыром, съел их и понял, что без сыра-то, оказывается, макароны далеко не так вкусны. Нам подобное открытие вряд ли светит, все хорошее открыли до нас. А вот последовать примеру умного человека и слопать порцию макарон с сыром, ничто не мешает. И не откладывайте до вечера. Весы. Сегодня вам придется помимо прочих многочисленных задач решать чужие проблемы. Впрочем, лучше помогать ближнему справиться с проблемами пищеварения, нежели самому испытывать неприятности в области желудка. Избегайте блюд, содержащих чеснок, он может вступить в некоторое противоречие с вашим организмом. Чеснок в студне за криминал не считает, кушайте на здоровье. Скорпион. Нынче состав вашего меню должен быть продиктован, прежде всего, соображениями заботы о вашем здоровье. Выбирайте исключительно полезную пищу, избегайте жирного, острого, перченого, пряного, соленого и жареного. Может показаться, что это оставляет в вашем распоряжении только молочные каши, отнюдь, скажем, свежую рыбу, запеченную целиком, вы вполне себе позволить можете. В качестве гарнира хорош будет бурый рис. Стрелец. Сегодня будет неплохо получаться сделать нечто содержательное из ничего. Пометуя об известной поговорке, искренне пожелаем вам, чтобы это был именно салатик. Козирог. Нынче вам спешить некуда. Да и не получится, этот день обещает заметное замедление темпа жизни. Самое время для долгих и вдумчивых трапез, таких, как традиционно сибирский способ есть манты или пельмени. Потихоньку, со сметаной, некоторые, правда, предпочитают с уксусом, подносимые небольшими порциями, чтобы не остыли, и до тех пор, пока они не заполнят в организме все свободное пространство. Только пельмени нужны самолепные, а не магазинные рзац. Водолей. День предрасполагает к походам в баню или к каким-либо иным контактам с водой. Душ не в счет, хотя на худой конец сгодится и он. А после водных процедур, как ни странно, может серьезно разыграться аппетит. Но вот особо баловать его нынче не стоит, день для обжорства крайне неподходящий. Посему попробуйте уговорить организм обойтись вегетарианскими салатиками. Рыбы. Сегодня еда должна употребляться очень маленькими порциями, зато в ассортименте. Такой подход к пище свойственен японцам, потому можете сразу отправляться в японский ресторан. Объяснять, что вам нужно, в заведении с европейской кухней, может оказаться затруднительно. Разве что вы решите уставить тарелками весь стол и отъедать по ложке от каждого блюда. Не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии и подписываться на наш канал. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok